Всем привет! Сегодня мы приехали в место, которое называется White Falls. Вот такое вот озеро с вот такими порожистыми водопадами. Вода тут неимоверно теплая. Как вы можете видеть, берег тут весь скалистый. Раскаленный до адской температуры и вода, проходя сквозь эти скалы, нагревается и вот в этой зоне за водопадом. Тут очень мелкая, видите, вот купаются. Она очень теплая, очень прозрачная, чистая. Вот, как видите, детей много, но очень скользко, потому что там очень гладкие-гладкие скалы. Я сейчас пройдусь чуть-чуть. Место это находится на север от Торонто, примерно 150 километров. Ну, смотря из какой точки Торонто выезжать, естественно. Из Норс-Йорка, 150 километров. Ближайшее озеро, как видите, приплывают тут люди, у которых есть яхты, лодки, катаются на водных мотоциклах. Как я понимаю, тут у людей какое-то подобие наших дач, загородные домики. Место потрясающее, очень классно. Видите, как мелко мужчина стоит на камне. Водичка вот такая вот прозрачненькая. Каяки, молодежь вон загорает. Ну, пройдемся по окрестностям еще. Давайте пройдем влево. Народ начал кататься на скутерах водных. Идти прямо вдоль всего берега озера нельзя, потому что начинается частная собственность. Таблички, гласящие back up, back out. Толпы, толпы бурундуков тут лазят. Мы оставили свою сумку. И буквально нельзя оставить ни на минутку. Потому что они просто тупо начинают залазить в сумки и грабить вас. Такие наглые барундыки, может засниму их. Водичка, видите, очень хорошая. Сейчас, в принципе, жарко, полдень. Вот так вот. Ну, скалистые такие берега. Да, вот туда можно... Ну, обладателям лодок это очень классное место для них. Мне так кажется. Еще мы пройдем чуть-чуть перед водопадом. Мы расположились в теньке. Потому что находиться на скалах просто невозможно. На нашем крохотулечке. Вот туда. Тут более хорошее место заняли люди. Отдыхают. Ну, мы тут тоже в теньке. В теньке очень хорошо. Хорошо так отдохнуть, посидеть. Все, можно пойти наверх еще. Вот такой ракурс еще. Это какая-то вроде как дамба. Которая подпитывает озеро. Очень мелко. Люди как котики морские лежат. Так. Надо подняться вверх чуть-чуть. Да, я сейчас видео засниму. А вот так вот вид сверху. Тут получается такие механизмы шлюзовые, так понимаю. Посмотрим, да, что тут. Тут у нас с этой стороны. Ух ты, это упал, да? Да. Так, ну и другая сторона. Там ничего интересного отсюда не видно. Пойдем туда. Так, по другую сторону моста начинается вот такой вот более смешанный лес. Сосны, клены, дубы. Сейчас мы вот так вот пройдем и по надбережкам. Чуть-чуть дальше. Ну, радует хотя бы, что тут не лежат пластиковые бутылки. Мусор довольно так забирают все люди. Более-менее чисто. Ну, все равно попадается. Вот пакетик лежит. Тут пенопласт какой-то. Ну, обочина все-таки. Тем более тут место туристическое. Тут уже люди отдыхают тоже. Рыбачат. Мужчинка спиннин закидывает. Виде, загорают. Брэд писал тут. Вот так вот маленький островок. Лодочка, люди отдыхают. Идем дальше. Ну, такой приятный лес. Видно, что он дикий. Не высаженный. Вообще, честно говоря, я тут не видел, чтобы высаживали такие лесопосадки. где сосны рядами. Как мне рассказал друг, который тут занимается хайкингом. То есть, они ходят с каяками. Делают портажи. Ну, там переходы эти. от стоянки до стоянки. Тут настоящий рай для всего этого. Все чисто. Вода очень чистая. Можно набирать прямо из озера. Воду гипятить. Водичка на 5 баллов. Ну, какой-то вот островок скалистый. Интересно. Интересно. Возьму я вот сюда. Роберт, тебе нравится? Да. Да, прикольно, да? Папа. Папа у меня. Папа у меня. Папа у меня. Папа у меня. А вы что, ты ли там сапога? За сапога, наверное. Да. Люди приплывают на лодках на своих. Высаживаются, загорают. Рыбачат. Ну, тут, если рыбачить, то нужно по-любому для большего комфорта рыбацкого, так сказать, это иметь вот такую вот, наверное, лочонку. Вот так вот приплыть. Это что, песочек? Да, тут видно песочек. Потому что озер тут, на севере от Торонто, начинается их тысяча. Тысяча озер. Все они каким-то образом связаны друг с другом. Вот вообще Антарио отличается таким вот. Вот такие вот, видите, камни. Скальное образование. Такой дремучестью природы. Ну и среди этой природы, видите, вот такие вот столбики попадаются. Предупреждают какие-то маячки. Вот там вот. Идешь, видите. Вот так вот идешь, идешь. Аккуратно. Сюда вот так вот выходишь. Из дремущей чаще. Так вот. Раз. Такая прелесть. Красота. Красотища. Красотища. Красота. 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 Вот идешь, такие вот знаки. На, no fires camping garbage, не оставляйте ваш мусор, да? Ой, не упади! Пахнет так! Сосновый такой запах. Ну, давай дальше посмотрим, что за берег такой интересный. Очередное ответвление. Озеро. Кто-то там на лодке дальше. Рыбку поймать, да? Будем ловить, значит. Попа пойдет, возьмет удочку, мы половим. Там лягушка. Ой, лягушки. Да? Кувшинки, да, вот желтенькие растут. Мы проезжали, там целое озеро, только в белых кувшинках было. Какая вода прозрачная, да? Желтые лилии, да? Желтые лилии, да, вон. Ну, вот на лодочке, да, классно тут поплавать. Придется покупать лодку. Да. Что ж мы как лохи без лодки. Что ж мы так забыли купить лодку? Точно. Там белые лилии. Хорошее место, да? Да, мне нравится. Теперь через кедание. Через Раково. Тут еще много таких мест. Ладно, пойдем дальше. В общем, бродим, бродим. Так ничего необычного нету уже интересного. Просто такой дремучий лес какой-то. Такие вот мхи. Кедры. Папоротники растут. Лежник. Ну, ничего так интересно. Какие-то норок везде. Норки какие-то. Дупла. К примеру, вот такой вот такой. Кто-то может живет. Вон. Кто-то наложил туда веточки. Идешь дальше, к примеру. Он еще какая-то как нора. Свободно может там какой-нибудь бобер жить. Вообще, честно говоря, я так заметил, в Канаде очень... Природа, конечно, такая вот дикая, классическая. Там, идешь-идешь и видишь, висит, например, на дереве улей. Знаете, такой осиный, осиный улей. Как его в мультиках рисуют. Вот такая веретенообразная штука. И идешь дальше, светлячки начинают летать, которых, допустим, в Украине мы их никогда не видели. Я, по крайней мере, не видел. Может, они... Есть места, где их много. Белки, брундуки везде. По городу вместо голубей одни белки бегают. Голуби в меньшинстве. Вот, смотрите, дырки в земле. Раз, нора. Вон, нора какая-то. Вот. Свободно кто-то там может жить там. Если в этих делах, конечно, разбираться. Там могут быть, конечно, и змеи. Выяснять это не особо хочется. Ну... Вообще, так, очень даже неплохо так напряжение снимает. Так, хороший такой вес. Папоротник. Ну, я вам скажу, главное, что тут нет мусора. Что вы, ножки мочите, да? Песочек. 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 Ох! Как же хорошо. Как же красивый. Да, мусор. Хорошо, спасибо. Мам, мусор. Мам, мусор. Мам, мусор. Мам, мусор. А? А смотри, какой песок. Ой, хороший песок. Да. Да. Все, ну, очень, дедикатчик. Вот, да, даже, бау. Водичка теплая? Да. Да? Шел, шел. Дятел как продолбил, а? Дупло. И вот. Выковырял кого-то. А ну-ка, попробуй-ка перейти на этот островочек. А ты тут стой и контролируй все. Окей? Да. Окей. Да? Так. 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 Я тут, и я залез. А ты куда пошел? За мной. За мной? Да. Ну ты и турист. Ну ты и турист. Ну ты и турист. А ну давай руку. Нет. Не надо. Ты сам? Да. Молодец. Аккуратно, только не укались. Не укались. Не укались. Эээээ. Люди на лодках. Ой. Мpierь, Мациия. Если лед не утром, по-п swift почувствуй, stolen с лодкой, Водичка какая прозрачная. Класс, да? Класс! Водичка какая прозрачная. Потрясающе. Обратно! Обратно! Давай? Обратно! Всё, поплезли. Обратно. Что вы делаете? Здесь? Здесь у Stroi. Классно? Под водопадами Еду Шарко